Погибли в аварии жена и сын, и он строит храм. А священник этого, мне близко знакомый, Тульская область. Знакомый-то знакомый, но он ему дает книгу. И он говорит, да как это, что это книга, это как раз то, что мне надо. Он говорит, так вы можете ему помочь, он тоже деньги переводит, 14-й том и купил. Понимаете как? Вы знаете, такая газета, срокурс, генеральный директор этого всего, Пургин Юрий Петрович. Генеральный директор. Он мне помог с фото-выводами на 250 тысяч. Главный банкир Алтайского края, он сберкастан, вы знаете, этот был Песоцкий. Песоцкий, это главный мой спонсер тоже. Я к нашему прихожу, он принес следующую книгу как надо. Он сразу только открыл ее и открылся. Я сидел, сидел, мне надо скорее его... А он читает, да? Он читает. Я пришел подписать документ, чтобы помогли. И он на кого-то вышел, ему мука нужна для лагеря. Я же лагерь-то должен кормить, как макароны. Ну и он-то дает там... У него-то должников-то полно, он живо их-то найдет. И они мне прямо домой привезут. Я посидел и говорю, Владимир Перемонович, отстань ты от меня. Я тут нашел как раз про финансы. Понимаете? Это не книга, которая как молиться только, хотя про это есть. Это все сферы жизни. Как чтобы не было разводов. Как чтобы литература работала. Ну, есть, буквально вы ничего не найдете, то, чтобы здесь не было. 4 тысячи... А в каком, чтобы не было разводов. Какой? Во всех. Они по порядку. Сейчас я на земле это прочитаю, что не... Минута, посмотрите. Вот первый дом. В первый дом мы сейчас открываем оглавление. Посмотрите. О чем здесь речь? С договора идет о семье. Вот какие страницы. Какое номер. Это о чем? Опробуйте. Это о чем? Сна смерти. Это о чем? Работа. Это все, что касается работы. А я библиотекарь, а можно мне работать на занятия. Я в разных университетах вел работу. Это первый дом. Первый дом. Первый дом. Первый дом называется открытым оком. Видите, как открытые в кавычках. Несколько томов, я знаю. 30. Дети. Я строчечку специально ставлю вверх. Русские считают строчкой за строчкой вниз. Я как бы насильно выворачиваю голову. Ну, посмотрите на небо. Ну, взгляните. Вот. Метр сорок занимает полка техники. Как назвать? Можно открытым оком назвать, а можно вот второе название ее во свете Библии. То есть, это два названия полностью отвечают их назначению. Дальше о чем здесь говорится? Смотрите. Праздники. Дальше. Внутренний мир человека. Ты его познаешь. Познай самого себя. Это древние знали. Это о чем здесь? Политика. Вот о политике сколько вопросов. В одном доме я отвечаю. Скажите, вам сколько лет? Семь четвертый. А как вы это успели? Сколько написать? За восемь лет. Но материал, конечно, полвека готовился. Так вы еще не все узнали. Я еще что вам скажу. Набор-то делал я. Компьютерный верст вы делал сам. На каждой книге 31 тысячу сохранил. И что, вы компьютер освоили? 62 года мне показали, как бы в сеть включить. А дальше началось. У меня, конечно, программисты, но это большие-большие умы. Способные. Они меня, собственно, но сидеть, все делать, составлять. Каким шрифтом это я все делал сам. Вот, допустим, вот этот новый завет, полное толкование. Впервые за 2000 лет такой материал вышел. Это не просто уникально. Они единственные в своем роде на земном шаре эти материалы. Вы еще не знаете просто. Теперь я считаю и нахожу. Вот это надо выделить. На него не обращать внимания. Я его выделяю, я же как верстаю. Я любой шрифт могу сделать. А дальше ИЛ. Это комментарии. Другим шрифтом, отчеркнуто, я показываю. Сегодня это не делается. А мне можете вот эту книгу подарить? Вот это все я подарил. Вот они, два, три. Это Путину подарили, патриарху Кириллу. И 125 священников. И мы ваши, вероятно, и не имеют. Потому что они были в Кокорбовском соборе, в Барнауле. И я им всем подарил. Я взял на себя этот груз, который несу с такой радостью. Представьте, мы сегодня в лесополосе ночевали опять. И мы едем от Байкала до Москвы нижним, будем вернуться в верхнем. Потом в Кузбасс захватили. А сейчас по краю прощелся весь Алтайский край. Всем районам. У меня на природе хорошо спать. А все они еще лучше. Командир, что вы жрали сегодня. Ответ один. Я отвечаю просто. Это моя земля, мой народ. Да, я фанатик в самой последней степени. Но мой фанатизм основан на желании, чтобы люди жили более. Чтобы люди прозрели. Были лучше. Вот привозят ребенка, он совершенно никакой. Не разговаривает. А что случилось? Отец убил мать на его глазах. И не могут разблокировать его никак. У меня он живет в месяц. Он такой был, не разговаривает. На котором вместе друг заговорил и запел. Это шок для всех. Как? Что сделали? А мы ничего не делали. Мы просто встаем, молимся. Патриарх Алексей II сказал. Отучили людей молиться, отучили трудиться. Вот это корень. Вот мы стали. Как ни трудно, ни комары. А мы сто поклонов сделали. Помолились. Господи, благослови нас. Сектанты не крестятся в аптесты. У них этого нет. И теперь я им, встречаясь как миссионер, должен показать, православие это все объемлюсь. Это широта. Это целомудрие. А секта любая. Они лучше нас. Они не пьют. Они не пьют, чтобы валялись как православные. Но они смотрят через щель. Он берет один стих и на нем пытается построить все учения. Ну, сто-двести лет назад. Ну, сто-двести лет назад Христос не приходил. Он две тысячи лет. А православие идет от самого основания. И мы должны... Это моя особая миссия среди сектантов. Разных всех. Я не просто православный, а миссионер. И у меня сколько пришло сектантов. Они сейчас батюшками работают. Приняли православие, приняли крещение. В вашей библиотеке сегодняшний день книги, которые пройдут... Это она... Как мне говорят, они на столетие опередили, говорит, в наше время. Люди будут искать по одной страничке. Вот в каждой книге я на память привожу примеры три тысячи ссылок на Библию. Бог мне просто дал это. Я на разных языках могу выступать, говорить. В Америке проехал очень много. От континента до континента. Вот. Это Бог сделал. И сейчас я приехал поделиться сокровищем, которое не мое. Моя рука прикасалась. То есть стихи. А я не могу... Я считаю сегодня, вчитываюсь, вот, три тысячи четыреста и шестьдесят семь стихов. Вообразите, что это. Ну, вам не понятно, что это. Это означает Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блок. Так это меньше число. И все равно памяти помните. Большинство. Позаметьте, я учился на штурмана. Добился разрешения, это высшим архивом научились, создать три курса за год по выбору комиссии на любом из остальных языков. Значит, передо мной была открыта широкая дверь в мир. И в это время Господь послал мне священное писание Библии. Моя жизнь стала другой. Я встал, я другой. И сразу стал говорить. Началась эпоха гонений. Мне не дают работать. И у меня вся книжка пестрит. А не работать нельзя, тогда было тунеядство. Прищут. Я любыми путями должен вывезти работать. И вот когда говорят, это вам для памяти, в Библии написано, десяти вам приносить нужно священству. Десятую сейчас сто рублей заработал, десять отдать. Да почему я должен давать? Поп, пуздатый, он и так, у него иномарка. Я никогда так не рассуждал. Когда я уверовал, это было 27 сентября, 62 года, я внутренне принял решение, я буду платить 90%. То есть из 100 заработанных, 90 буду отдавать на дело Божие. 50 лет прожил в этом накале. И поэтому мне всегда приходилось на двух, на трех работах работать. На сон примерно 20-х часа так и уходило, чтобы прокормить себя. И я ни разу не пожалел об избранном пути. Это мой путь, который увеличался. Вот видите, чем увеличался. Ну понятно, это вам знак Божий дал. Это Бог дал. Я себе ничего не могу приписать. Все-таки вот это существует в Медисе. Но вы когда будете читать, вы скажете, да, мы встречались, мы видели. Вы слышали такого Баварина? С Баварина, да. Ну вот мы стоим с ним. Который погиб. Который погиб. Вот он у меня дома. Ну кто из ваших даже председатель Совета, и кто-то может похвалиться. Так он ко мне приезжает, а не просто так, а как друг. Дальше. Вот я остаюсь патриархом. Да ни один не покажет священник этого. А мне это даже никакой нужды не. Вот директор РТИ, он помогал лодке, шланги закачивать. Ну я пигменщик какой-то, и он какой-то, это патриот настоящий. Но таких людей, как прокурор края, Бог выводил на меня. И с этими людьми Господь свел меня. И когда меня в конце уже вот этой жизни моей спрашивают, что самое большое в вашей жизни было, достижение, я говорю, я узнал, как много у Бога добрых людей на земле. И почему-то эти люди мне встретились. И почему-то они приняли деятельное участие в том, что я делаю. Вот это удивление, оно не покидает меня никогда. Это я был баром, это моя хозяйка. Теперь, вот меня листовно ведут, летят цветы. Да, вы что? Понятно? Да. Вот технический университет Евстигнеев, один из ведущих в стране технических докторов. Понятно? Вот они отзашли, это ученый профессор тоже. А вот видите, иконы, это я веду занятия в университетах. Я в десятках школ, во всех отделах милиции много-много лет в краевом и городском УВД. Им когда нужно, что там против экстремизма. Книги изданы вот эти, они не могут в Барнауле издать. Так, книги изданы не в Барнауле, а вот они, в последней строчке. Это шитель. Горно-Латайский? Да. Ага, коммунистический, в принципе. Мы только оттуда приехали, тоже поблагодарили, с ними сфотографировались. Я считаю, мой путь закончен, и я благодарю Богу. Вот этот вот, одиннадцатый титул. Это, если у вас есть староверность, за триста восемьдесят лет. Все, что они сделали, добро, все указано здесь. И как нам быть единомыслием? Если я говорю, по какому делу, я абсолютно, вот эта книга, вот, и на нее ушло у меня, вот предисловие только, вот отсюда, прочтите, три строчки. Вот это, материал для этой книги собирался сорок лет. Понимаете? Выражаю большую благодарность архиереям, священникам, библиотекам, которые, окрупиться, помогли сделать подборку материалов. Автор выражает особо благодарность Клименко, главному редактору газеты Алтайского государственного света за науку, благодаря которому еще при советской власти многие из этих материалов были изданы общим тиражом 150 тысяч экземпляров. То есть помощники. Одному ничего не сделать. И когда приписывают, то, что вы сделали, то другое, это не так. Ничего нельзя делать. А вы в связи находитесь со староверами? Да. Староверы это хорошая миссия, да? Очень хорошая. Очень хорошая. русские миссионеры, вот эти староверы с Америки, которые уехали в свое время, приезжают к нам в район. Я знаю. Вы слышали? Это наша природа. А точно они приедут? Я еще раз говорю, приедут, не приедут, не знаю. Но староверы, у людей понятие какое-то, что-то борода зеленая, там, капуста в бороде. Староверы это то, что князь Владимир принял до реформы Никона. Сергий Радонский все молились двуперстным. Вот он, боярный, Морозово, Сурикова едет. А с 1656 года это та вот церковь, в которой есть реформированная. Вот это все. Но там Сергий Радонежский, святой, а здесь Арафин Старовский, о чем же нам спорить-то? Когда церковь признала и Троя Персия, и Твоя Персия. Нам нужно только брать доброе. А что человек не знает, суметь показать и как-то подойти. Я вот время-то с вами теряю, и не зря. Так, последнее будет просьба. Мы выйдем на улицу сфотографироваться. Ну давайте. Все сфотографируемся. Я сейчас покажу. Вот такие есть люди, мусульмане. Мусульмане, которые взрывают, там женщины. Вот это полностью мусульманство. Весь Коран. Асурам Айятом мной разобраны. За 1300 лет, что было сказано, все сюда вмонтировано, в эту книгу. Как нам жить мирно? Книга эта. Это заряда. Вот. Это особая. Вот теперь, вот эта вот книга. Это как работать с сектантами, с баптистами, с другими. И никаких нападок. Люди понимают, вот православный сектант. Он приводит, почему мы иконы имеем. Это идолы, это не идолы. Я ему должен доказать, не идолы. А вот так теперь, почему ты? И все ему доказать. Это моя огромная, огромная наработка. Ну и результата необходимости внешнего поклонения. Ключом ко всем книгам является вот эта книга. Первая. Когда человек начинает считать, это как бы моя биография. Это я на площади в Барнауле. Вот. Алло. Алло. Так, мы уходим. Агут уходим? Да. Уходим.